портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник украинский политолог вадим карасёв вадим приветствую вас здравствуйте михаил приветствую всех телезрителей это он тв граждан израиля и все кто нас смотрит спасибо ну главная политическая новость это без условно связанные с украиной то безусловно то что евросоюз намеренно официально начать переговоры с украиной и молдовой о вступлении в евросоюз об этом сообщила президент еврокомиссии курсула фон дер лайн мы еще вернемся к этой новости и что она означает на практике но начать хочу с более горячий вот 23 июня как сообщается севастополь подвергся ракетному удару россия считает что удар нанесла украина высоту украины и утверждается что это было сделано американскими ракетами атак mess снаряженными кассетными боевыми частями и как сообщает российская сторона обломки сбитых ракету дали на пляже где находились мирные жители и там погибли четыре человека в том числе двое детей 150 человек пострадали украинские власти не комментируют свое вот видне свою ответственность за этот обстрел но последствия есть с другой стороны что называется американский посол в россии был вызван в мид этой страны где ему был заявлен протест вот по поводу того что американскими ракетами была обстреляна в кавычках российская территория скажите пожалуйста насколько далеки вот далеко идущими могут быть последствия вот таких обстрелов тем более что судя по тому что происходит и сообщением их становится все больше и больше я имею ввиду применение американского европейского оружия при обстреле конкретно российской или оккупированной со стороны россии территории украины главное выделить и покороче без каких-то широких нарративов то против война опосредованная война непрямая война между западом и рт по поводу украины она все-таки будет прямее более непосредственно и собственно реакция россии она как раз об этом свидетельствует что их такой вариант тоже устраивает почему потому что тогда больше аргументов в том числе и для использования видов неконвенционального оружия массового поражения ну собственно говоря под приближение к кризису 2 а там уже как будет решаться уже пайденовской администрации или новой трамповской администрации тогда почему потому что мы с вами неоднократно вот обращали внимание на то что запад ведет в этой войне себя крайне осторожно дозировано предоставляю украине номенклатуру военной помощи и если поступает достаточно серьезное серьезным поражающим эффектом летальное оружие ну например такой такой как атакам все так то разрешение на применение такого оружия на дальность так поражение она дается в ограниченном масштабе не сразу но для того чтобы не создать вот это эффект прилижны непосредственного влечения но логика войны имеет извините война имеет свою логику логика войны она достаточно логично она заключается в чем сейчас почему сейчас вот как раз мы наблюдаем за этими обстрелами идет охота на ПВО друг друга Украина и с помощью западного оружия пытается обезвредить системы ПВО в Крыму потому что системы ПВО в Крыму и так далее достаточно важны не только с точки зрения там возможного удара по крымскому морю или так это контроль над Черным морем а с другой стороны Россия тоже охотится за теми видами ПВО которые поступают в Украину вот было сообщение поэтому вот эти все ракеты атаков я сейчас не обсуждаю гуманитарную часть она ужасная люди видны понятно соболезнования гражданские военные воюют гражданские погибают трагедия я военные составляющие так все таки сейчас то пять ракет пытались все таки достать ПВО находящиеся в Крыму но одна знаете все таки четыре сбитые одна вот получилось так и получилось то вот сегодня были была уничтожена немецкая ПВО ИРИС так ТМ по-моему она называется почему идет потому что охота за ПВО с точки зрения оперативного замысла Украины и западных партнеров но для того чтобы дать возможность работать F-16 потому что если вот будут поступать а они скоро будут поступать F-16 в Украину то понятно нужно обеспечить более-менее безопасные условия для полета подобного рода платформы авиационные которые там имеют свою функциональную военную нагрузку поэтому это первое почему Россия сегодня тоже и не только сегодня но и раньше охотится за ПВО потому что принято решение на Западе сейчас в первую очередь поставлять ПВО особенно ЗРК Патриот в Украину даже в обход контрактных обязательств перед другими государствами для того чтобы сокрыть по крайней мере прикрыть небо Украины ну перед возможными новыми ракетными атаками по энергоструктуре Украины по другим объектам военной полувоенной гражданской инфраструктуры в преддверии зимы так что вот такой на поле боя там идет своя рутинная работа сухопутная составляющая войны но вот за кулисами можно так сказать хотя это очень условное название кулисами вот этой войны сухопутной боевой непосредственных столкновений идет вот эта большая оперативная игра тем же того связанная с обеспечением наилучших условий либо для наступления либо для каких-то своих военных военных замыслов хотя конечно же понятно полностью небо закрыть в Украине невозможно Патриотами пусть он не будет там ни 3, ни 4, ни 5, ни 10 я не говорю там что сейчас 3-4 Патриота производится в год 3-4 плюс 3-4 и 500 ракет дело дорогое дорогостоящее и достаточно длительный процесс производства но тем не менее не закрыть это все небо вот такой как допустим железный купол в Израиле надо учитывать что и территория другая и ракеты другие по крайней мере раньше не было такого поражающего враги Израиля противники Израиля использовали ну вот такой сегодня этап войны ну еще этап войны заключается в том бить по складам боеприпасами поэтому не знаю насколько правда вчера по Одессе был удар военные склады или там гражданские но хранились боеприпасы поэтому детонация была ну а сегодня там зеркальные вот такие случаи сегодня Олиховатский район по-моему Воронежской области там по-разному склад и по-моему там дофиксировали до сих пор вот сейчас мы пишем в авторник 14.00 до сих пор идет детонация боеприпасов и жителей эвакуируют из скажем так районов где происходит из района где происходит вот этот пожар детонация боеприпасов подытоживая вот то о чем вы говорите что вот этот появился некий новый этап этой войны можно ли говорить о том что у красных линий появлением у Украины более точного и серьезного оружия от запада становится все меньше а война будет все более ожесточенной ну во-первых война не факт что будет более ожесточенной финал более ожесточенной чтобы потому что все такие дипломатические процессы он запущен и украинское руководство вот мы неделю не встречались в эфире с вами как раз много было таких заявлений подготовки новой конференции уже под эгидой Китая так и заявления самого председателя ФИИ о мирном плане и о политике политическом урегулировании не просто там о заморозке перемирия режиме прекращения огня а о политическом урегулировании или мирном урегулировании конфликта так ну собственно говоря и Путин в Ханойе когда давал пресс-конференцию журналистам российским тоже об этом говорил да разные там были высказывания но в принципе они готовы на конференцию но это просто перед мирными какими-то или там дипломатическим процессом всегда же идет борьба за улучшение позиции а не сразу снять скажем так все свои боевые и военные возможности для того чтобы ожидать оптимального или успешного дипломатического результата конечно его нет так и не будет но если говорить о красных линиях то понятно что да посмотрим как Россия будет реагировать потому что все время звучало так что Украина и ее западные союзники военные безнаказанно себя чувствуют в акватории Черного моря воздухе где фактически беспрепятственно летают спутники целеполагания и наведения на цели этих ракет Атакамс ну вот посмотрим как они будут реагировать в России будут сбивать они вот эти спутники натовские или там французские спутники есть американский спутник Рипер например так посмотрим но наш по-моему вчера или сегодня пресс-мегретарий Путина Песков сказал что это не останется без ответа потому что резонанс гуманитарный такой по-моему и 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 Наверное, не получится. Ну, во всяком случае, посмотрим, какой будут ответы. Это прибыль от замороженных активов Российского Центробанка, которые Украина получит уже в июле, как сообщается. Скажите, пожалуйста, что означает начало переговоров о приеме в Евросоюзе? Это чистая формальность или все-таки конкретные действия для Украины, конкретная помощь? И самое главное, по поводу вот этого транша из прибыли российских денег, замороженных в Европе, что о чем это говорит? Ну, давайте начнем с денег. Деньги первичные. Да, оно конкретно, оно уже будет. Да, да. Ну, во-первых, это ни о чем, это мало. Это деньги из процентов по российским замороженным активам. Не само тело денег, а проценты. Поэтому и сумма выглядит достаточно, скажем так, скромной, очень скромной по сравнению с теми суммами, которые Украина получала вот на протяжении двух и более лет войны со стороны западных партнеров Украины. Это первое. Второй момент очень важный. Все-таки вот эти замороженные активы и рассматривались раньше как ресурс для восстановления Украины после завершения войны, более умение успешного завершения войны. И вот там, когда была формула Зеленского, 10 пунктов, там один из пунктов было, кстати говоря, ну, которое планировалось обсудить на специальской конференции по мирной форме, были репарации со стороны России и использование вот этих репарационных денег и активов на восстановление Украины. Здесь речь идет не о восстановлении, а речь идет о текущем финансировании бюджетного дефицита и расходов, которых в Украине не хватает. Ситуация в бюджете, в экономике в Украине очень сложная. Идет недоименький, как говорят, в таких случаях экономисты, знающие люди, в доходы государственного бюджета. И каждым месяцем это ухудшается. И это означает, что, во-первых, нужно денег больше на текущую войну, на текущие нужды войны, а не на восстановление. Это раз, а во-вторых, а Европа уже деньги давать свои не желает. Или их нет, или их становится меньше, или нет желания давать эти деньги. Американцы уходят, так сказать, в свою сейчас тему, в свою проблему выборов. А затем, наверное, все-таки их тревожит ситуация на Ближнем Востоке, в Тихоокеанске регионы. И они передают это все свои дела, все свои, как-то украинские, передают все больше и больше на Европу. А в Европе ситуация сложная сейчас, учитывая выборы, ситуацию в Европейском Союзе, национальные проблемы, Франция, Германия, Британия и прочее. Значит, эти деньги уже не европейские, а деньги, которые идут с России. Причем, получается такая хитрая формула самофинансирования войны. Потому что проценты с российских денег идут все-таки на текущие нужды Украины, которая находится в войне, с Российской Федерацией. Так что, при всем, скажем так, пиарном и пропагандистском эффекте, что вот, российские активы заморожены, теперь они будут расконцелированы и пойдут на помощь Украине, все-таки ситуация не столь однозначно, тем более не столь благоприятная и радужная, как это подается в медийном варианте, в медийном контексте. Теперь, что касается переговоров о, в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и в НАТО. Ну, это, во-первых, политическая морковка, в принципе, что вот за что воюем, так, и Украину в беду не отдадут. В конце концов, какие-то ресурсы, возможности для финансирования бюджетного, прежде всего, Украине для устойчивости государственного аппарата, его управляемости, эффективности найдут. Но, во-первых, предметных разговоров вряд ли начнутся в этом году. Если вот я смотрел сообщение, информацию, не помню кто, что не ранее 25-го года предметный разговор начнется. Очевидно, расчет на то, что в 2024 году как-то будет более-менее понятна ситуация с дипломатическим финалом войны. По-любому она должна быть понятна, что там пройдут выборы в США, будет понятно, какая администрация, дела в каком составе, какие будут переформаты в администрации США, если выиграют демократы. Ну, если Трамп, там более-менее понятно, и вот тогда уже предметно началось это все в 2025 году. До этого это все больше, скажем так, политика, а для Молдовы это важно в контексте выборов в Молдавии, президентских выборов, потому что в Санду не все там хорошо. Поэтому это как бы вот результат работы Майи в Санду на посту президента, это то, что Еврокомиссия с ними уже начинает вести переговоры о вступлении в Европейский Санду. Вот я думаю, так эта история выглядит. Вы упомянули выборы в США и возможную смену администрации и приход Трампа. До сих пор было непонятно, он ограничивался общими фразами о своем отношении к войне в Украине и тому, как он может повлиять на нее. Ну вот Рейтерс сообщает, что советники Дональда Трампа, правда не сам он, я подчеркиваю, а именно его советники, представили Трампу свое видение завершения войны в Украине на случай, естественно, если Трамп победит на выборах в ноябре. Этот план, если коротко, заключается в следующем, что Украине будет предоставлено большое количество вооружения, но при условии начала переговоров между Киевом и Москвой и в рамках соглашения о безопасности. Если же от диалога откажется Москва, то ее предупредят, что такой шаг приведет к еще большему увеличению поддержки Киева. Также Москву могут заинтересовать, в смысле Трамп может заинтересовать, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО. Непонятно, примет ли Трамп такое предложение своих советников, станет ли это базой для его планов, Но, тем не менее, если гипотетически рассуждать, это устраивающий Украину вариант или нет? Не устраивающий ни Украину, ни России. Почему? Потому что, ну, опера, вот вы говорили, отложить на некоторое время вступление в НАТО. А Россия же говорит о постоянном нейтралитете. И война-то идет за постоянный нейтралитет. Не за территории. Сколько раз? Мы говорили неоднократно. Эта война не за территории. Территория – это рычаг. Давление на то, чтобы урегулировать эту войну, с точки зрения, так, вот, допустим, России, и ее контакт, тех, кто негласно ее поддерживает. Чтобы новую систему выстроить, так называемой, безопасности в Восточной Европе, Европе и так далее. И положить конец расширению НАТО на руку. Это не какой-то, это не территориальный конфликт. Поэтому тут формулу мир в обмен на территории, как это было в процессе ОСВА, так, а еще раньше в Кэм-Дэвиде, тут не сработает. Это первое. Ну, понятно, это генерал Кэллок, четырехзвездный генерал, вот, выдвинул такую контакт. Он был советником в свое время Трампа. И О'Брайен, тоже бывший замминистра обороны, замглавы Пентагона во времена Трампа. Это их идея. Дальше, вот смотрите, что такое заморозка. Все говорят о корейских сценариях. Замораживается, демилитаризованная зона, 38-я параллель. Ну, подождите, это параллель 38-я, небольшой участок, скажем так, корейского полуострова, который разделяет в Северную и Южную Корею, демилитаризованная зона. Там никого нет, она охраняет тщательно, там ни одна мысль не проскочит. А как здесь заморозить конфликт и как эту демилитаризованную зону провести? По линии фронта тысячу, тысячу двести километров. И как эта демилитаризованная зона по всей этой меридианам. Это не параллель, это меридиан. Поэтому тут аналогия, ну, очень условная. Легко сказать. По немецкому сценарию, по корейскому сценарию, каждого сценария свои уникальные обстоятельства были. И если, допустим, в Северной Корее война шла действительно за территорию, за то, чтобы, так сказать, или в Северной Корее, или в Южной Корее оккупируют там Северную Корею, тогда восстанавливается корейская государственность на корейском полуострове. Но здесь по-другому все идет все-таки. Оккупировать у России нет. Желания и сил просто, возможности нет. Это же мы видим. А вот сферу влияния создать, настаивать на постоянном нейтралитете у Украины, на демилитаризации, ограничение вооружения, вот это и главная задача. Но проблема ограничения вооружения решает план Трампа или нет? Не решает. Но есть еще один момент. А как Китай отнесется к такому плану? Китаю все-таки нужно вернуть Украину свой шелковый путь. Вот смотрите, сейчас президент Польши туда, в Китае находится, не знаю, уже закончился, визиты или нет. А почему? Туда поехал Китай. Да потому что деньги нужны. А Польша вместо Украины стала транзитным. Транзит на территории для один поезд, один путь. Украина в свое время отказалась. А Польша, Белоруссия и Польша взяли на себя эту логистическую схему. А все-таки Китаю нужны еще порты Черного горя. Значит, ему надо тоже, чтобы была какая-то нейтралитет. А на чем настаивают, допустим, или стратегии Трампа? Главная задача и главный пробок Байдена, это чтобы его политика сблизила Китай и Россию, а мы сделаем все. Сейчас, секундочку, да. Вот начнем всегда критика Байдена со стороны Трампа и его советников. Что политика Байдена по Украине, она привела к сближению и союзу России и Китая. А мы должны сделать так, чтобы Россию привлечь на свою сторону и оставить Китай, скажем так, в большем одиночестве. Здесь они Россию так не купят, грубо говоря. Не сделают ее. Нет у меня тут интереса вот в этой скеле Трамповской. Поэтому понятно, Трамп пока ничего не говорил об этом. Я думаю, он до конца тоже Италии эти не знает. А разного рода военные и невоенные советники или военно-политические советники, они используют все эти старые аналогии. Я про этот корейский сценарий слышу с июля 22-го года. Дэвид Игнессис, известный колумнист Вашингтон-Пост, Хордж, Белый дом, он тогда уже писал в июле 22-го года о том, что вот такой сценарий был бы приемлемым для всех. И вот прошло уже два года, а тем не менее опять та же тема всплывает. Корейский сценарий, немецкий сценарий, еще какой-то могут найти. Но очевидно, ситуация войны в Украине, она настолько уникальна, как региональная, так и с глобальной точки зрения, что тут потребуются какие-то, ну скажем так, какой-то военно-политический и дипломатический креатив. Креативная дипломатия или креативные какие-то действия военно-политические для того, чтобы всю эту историю задействовать. Или она может продолжаться долго. То есть, если я Вас правильно понял, сегодня не существует формулы прекращения этой войны. А что означает тогда, что война без конца? Формулы нету. Есть условия для формулы. Путин об этом сказал в Ханое, проговорился. Что когда он выдвигал эти ультимативные условия, он понимал, что их отвергнут. Но это примерно зеркально. Зеленский дал свой ультимативный план. Ну и мы дали свой ультимативный план. Зеркально. Это неконструктивно. Давайте искать какие-то конструктивные вещи. Конструктивные какие-то вещи. Это может быть разным. Я читаю его сейчас. Западные эксперты пишут. Анатолий Ливен. В частности. Что это может быть типрский сценарий северного Кифра. Ведь территория-то не признана в международном отношении. Но все привыкли, что она турецкая территория. Админ территориями тоже. Потому что в конечном счете по НАТО, по НАТО, там нейтралитет, временный, постоянный и так далее, можно еще договориться. Собственно говоря, Украине не дают перспективы членов НАТО, значит есть о чем говорить. А что касается территориального вопроса, хотя и война не за территорией, но именно территориальный вопрос становится преградой для того, чтобы найти какую-то сейчас формулу компромисса. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо. Спасибо.